Приветствую всех зрителей канала Айдига! Ну что, у нас с вами сегодня традиционный масленичный рецепт. Мы уже неоднократно на протяжении нескольких лет показывали вам разнообразные блины. Был у нас и блинный батл, и дети готовили блины. Поэтому сегодня мы решили для вас подготовить что-то очень интересное. И сегодня будут кокосовые блины от Джейми Оливер. Ну вообще они будут от меня, но по рецепту Джейми Оливера. И для этого нам понадобится мука, сахар, сливочное масло, молоко, кокосовая стружка, яйцо. Для украшения нам понадобится йогурт и гранат. Но граната в магазине не было, но была голубика по акции. Поэтому вместо граната у нас будет голубика. И конечно же нам понадобится кокосовая стружка, раз блины у нас кокосовые и разрыхлитель для теста. Для начала нам нужно замесить тесто. Я буду отменять все обычным граненым стаканом по пропорциям, которые я нашла в интернете. Рецепт естественный из интернета. Будем его проверять. Готовлю я эти блинчики первый раз. Есть у меня к этому рецепту несколько вопросов, которые впоследствии я надеюсь решатся. Стакан муки. Стакан молока. Одно яйцо. Конечно же разрыхлитель для теста. 8 столовых ложек кокосовой стружки. У нас получится немного меньше. Я считаю, что 8 это прям очень много и кокос будет гореть. Может быть наоборот. Будем проверять сейчас. Посмотрим, сколько столовых ложек в одной пачке кокосовой стружки. 4 ложки. То есть нам с небольшим. В 2 пачки нам будет за глаза. Не буду даже я полную высыпать. Чуть-чуть оставлю здесь, потому что есть сомнения. Немножечко я положу сливочное масло в тесто. И пару столовых ложек сахара. Теперь я все это постараюсь замешать без комочков. Это самая сложная задача. Можно воспользоваться миксером, конечно же. Но я вот почему-то решила, что венчиком будет более красиво и наглядно. Тесто замешалось без комочков очень легко, обычным вот таким вот венчиком. И у нас уже нагревается сковородочка. На сковородочку мы положим чуть-чуть сливочного масла, следуя рецепту от Джейми. То есть мы будем жарить наши венчики на сливочном масле. Попробуем, будет ли комом наш первый блин. На самом деле, я так понимаю, что они должны выглядеть как панкейки, не как наши русские блины. Попробуем, что получится у нас. Берем половник. Тесто, тесто достаточно жидкое, такое, ну, приятное тесто, по ощущениям. Выливаю прям целый половник и жду, что же выйдет. Блинчики получаются отличные. Вот я первый уже сняла. Такой он получается пышненький, румяненький. Но мне очень не нравится, что горит сливочное масло, и от него запах гарь. И вообще на сливочном масле я жарить очень не люблю, но следуем рецептам. Дорогие мои друзья, я рада вам сообщить, что у нас получились блинчики кокосовые по рецепту Джейми Оливера. И теперь я постараюсь их также украсить, как на картинке в интернете. Но это у меня априори не получится, потому что там очень много зерен граната, которые я вчера в магазине, к сожалению, не нашла. Я буду украшать голубикой. Крупные ягоды я нарезала и также оставила целые. И у меня есть йогурт со вкусом маршмеллоу. Мне показалось, что вот такого голубого цвета йогурт будет очень красиво смотреться на наших кокосовых блинчиках. Еще бы очень хорошо было бы сюда положить листик мяты. Ну и так красиво. Мне очень нравится, как получилось. По крайней мере, визуально это выглядит очень-очень вкусно. Стильно, я бы даже сказала, необычно. Поэтому я вам очень советую разнообразить масленицу вот этим чудесным рецептом с кокосовой стружкой. Готовьте с нами. Я обещаю, будет вкусно!